Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Осень – это не только начало школьного сезона, это еще и начало сезона в детских садах. Хотя, конечно, по факту бывает, что и в августе малыши идут в свои группы, да и по факту на самом деле перерывов не бывает, создаются так называемые смешанные группы. Не все же родители могут, допустим, получить отпуска, именно летом кто-то работает, поэтому по факту детские сады, наверное, функционируют круглый год. Ну, так, до июля, по крайней мере, начинается осенью сезон. А что такое детский сад? Это не только малышей надо привезти, их очень, что важно, надо накормить. Накормить не просто, а бы как, а опять-таки это дети. Их надо накормить вкусно и, самое главное, качественно. И об этом мы сегодня поговорим, о питании в детских садах, чем кормят и все ли в порядке в этой сфере. Вы можете нам задавать свои вопросы по телефону 300-190. 300-190, у нас прямой эфир, если ваши дети ходят в детский сад. Вот, может быть, только пойдут, вот первый сезон для вашего ребенка. Уже, опять-таки, ваше мнение по итогам предыдущих сезонов, довольны ли вы детским питанием? Может быть, какие-то у вас есть предложения? Звоните по телефону 300-190. Мы, кстати, сегодня еще поговорим о школьном питании в том числе. Поэтому, если ваши дети учатся в школе, или вам самим уже достаточно лет, может быть, вам 12-15 лет, вы, может быть, нас сейчас слушаете и смотрите. Если вы школьник, попросту говоря, звоните, высказывайте свое мнение, что вы думаете по поводу того, как вас кормит вашей альма-матер. А я хочу пока представить гостей нашей студии. Это Татьяна Валентиновна Серая, начальник отдела коррекционной работы и дошкольных учреждений управления образованием администрации Твери. Добрый день. Добрый. Это Татьяна Сергеевна Беляева, заведующая детским садом номер 2. Добрый день. Добрый. И Лариса Константиновна Зверькова, директор средней школы номер 53. Это Заволжи. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, вот, дамы, мне хочется поговорить по поводу меню вообще изначально. Я помню, по-моему, в том году нас всех журналистов, не только мам, позвали на дегустацию такую. В один из детских садов мы могли отведать блюда там, такой прям, что стол был шикарный, столько всего понаставили. И суть этой дегустации была не просто, чтобы мы все попробовали, чем кормить, а активно выслушивались предложения. Вот, и мне интересно в этой связи, чем сейчас кормят и изменилось ли меню. Время уже прошло достаточно. Тогда она была по ходу, сезон, зима, по-моему, была. И я тогда спрашивал, а когда внесут, если что, какие-то коррективные номеры. Ну, мне говорят, ну, Роман, уже сезон идет, как-то непросто. А теперь уже все, сейчас новый сезон. И поэтому вот расскажи, чем кормят детей в садах. Изменилось ли как-то меню по итогам той дегустации, ведь мы не сами, что нас позвали, значит, были заинтересованы власти, чтобы выслушать предложения горожан и что-то скорректировать. Конечно. Добрый день, уважаемые родители. Действительно, 1 сентября – это начало учебного года, и не только в общеобразовательных учреждениях, но и в наших дошкольных учреждениях. Ну, а детский сад – это не только образование, но это и питание, воспитание, развитие ребенка. И, конечно, основа здоровья – это основа здорового питания. Этому мы уделяем большое внимание. Если мы говорим сейчас с вами о той дегустации, которая проходила в прошлом 19-м году зимой, понятно, она была вызвана тем, что отдельных родителей не совсем устраивали отдельные блюда, как и Романа, я знаю, которые были в нашем меню. Это овощной суп, о котором очень много мы говорили. Это был не суп, это был щи на молоке. А, как известно, любой вам повар скажет, что формально суп и щи – это одно и то же, но все-таки щи – это отдельная категория. Это удивляло многих. Мам, я знаю, это удивляло мою жену, это удивило меня самого и так далее и тому подобное. Правда, вот нет только. Да, не только Романа это удивляло, но удивляло много, ну и других родителей, которые говорили о том, ну что же это, суп на молоке с овощами, щи на молоке с капустой. Молочный суп, понятно, но щи с капустой на молоке – это… Да, и мы решили, что, ну зачем же мы будем голословны, давайте мы проведем дегустацию блюд. И в двух дошкольных учреждениях, в 62-м, в Центральном районе, в 164-м, это Заволжский район, мы провели дегустацию блюд. Подготовили эту дегустацию субъекта предпринимательской деятельности, которые организовывали там питание. Мы пригласили родительскую общественность, мы пригласили представителей Думы, администрации, СМИ, управления образования. То есть вот все заинтересованные лица присутствовали на нашей дегустации. И не просто присутствовали, они пробовали все наши блюда. Да, все можно попробовать. И, конечно, в первую очередь пробовали блюдо, которое называется овощной суп. И надо сказать, что многих удивило, что этот суп можно есть, что он очень вкусный, что он очень полезный, и он приготовлен очень хорошо. Но, конечно, не только суп мы приготовили, мы приготовили несколько первых блюд на выбор. Мы подготовили несколько горячих блюд вторых на выбор. Там весь ассортимент был. Весь ассортимент, да. И родители ушли удовлетворенные. Не все. Я был, я слышал замечания. Да. Это дело. Были те, кто все равно считали, что что-то надо убрать. Да. Совершенно правильно. Нужно было, ну, как, вот, белый суп, как вы его называете, да? Щи. Щи на муаке. Вот так он называется в технологической карте приготовления в соответствии с санитарными требованиями. Значит, действительно, оставались те блюда, к которым были небольшие претензии. И мы предложили руководителям скорректировать это меню, скорректировать. То есть заменить те блюда своим приказом, которое они не могут, ну, вот, не хотят дети кушать, или родители не хотят, чтобы оно находилось в нашем меню. Кто имеет право такой приказ? Значит, что, сейчас расскажу, кто имеет право. Значит, контракт мы заключили с 1 сентября на организацию питания по 31 августа 2020 года. Контракт. Предмет контракта — это меню, которое мы используем для организации питания. Данное меню 20-дневное, ни один день не повторяется. Это меню согласовано с Роспотребнадзором и начальником управления образованием. То есть это не просто какое-то меню, которое решил руководитель сам использовать. Это предмет контракта. Контракт идет до 31 августа 2020 года. Сейчас вы знаете, что был объявлен новый конкурс на организацию питания с 1 сентября. И мы сейчас заключили прямые контракты, в которых руководители в данный предмет контракта, то есть в наше примерное меню, имеют право нести коррективы. Вот Татьяна Сергеевна может. Вот она сейчас расскажет. Ну да, значит, если раньше, вот последний год, у нас была услуга по организации питания, и, как сказала Татьяна Валентиновна, предметом контракта являлось 20-дневное меню, конечно, мы не могли делать ни шаг вправо, ни шаг влево. То есть все, предмет контракта — это неизменно. Значит, что сейчас происходит? Сейчас у нас контракты заключены не на оказание услуги по организации питания, а на закупку продуктов питания. Вот сейчас каждый руководитель может внести коррективы в это меню своим внутренним приказом. Не нравится молочный суп? Значит, это можно заменить. Естественно, по аналогии калорийность должна соответствовать, набор продуктов приблизительно должен соответствовать, чтобы это не было что-то совершенно другое. Потому что меню, оно же тоже сбалансированное. И поэтому, конечно, вот здесь сейчас каждый руководитель может это сделать. А до этого, по 31 августа включительно, мы просто не могли вносить никакие изменения. При всем желании. Да, при всем желании. А исключить можно было? Не добавлять, но хотя бы исключить? Нет, нельзя. То есть вот если есть тот же самый суп, он хотя бы раз в неделю должен фигурируть в меню? Да, да. Причем некоторые дети идут в дорожстве. Вот дошкольное отделение. Понимаете, я говорю, это все не просто так. Если бы дети ели, ну просто супруга общается с другими мамами. И многие как раз говорили, да не то, что мамы, воспитатели сами говорили. Вот это, вы знаете, мы выкидываем на две трети. Там был, знаете, по-моему, то ли омлет с гречкой. Вот что-то такое было. Такого нет у нас. Ну что-то вот такое было, я хожу, по-моему, просто жаловались, что вот, ну сами воспитатели, им жалко продукт, что они говорят, знаете, ну не едят. Вот не едят и все, вот так все вообще. Ну вот то, что не едят, сейчас можно заменить. И надо сказать, что после дегустации, принимая во внимание все замечания родителей, мы работали над созданием нового меню. А мы сейчас поработаем над созданием рекламной паузы. Три минуты, не переключаясь, мы сегодня говорим о том, чем кормят детей в детских садах и в том числе и в школах. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, чем кормят детей в детских садах и в школах, ибо начался новый сезон. Татьяна Валентина, все-таки мне еще про одно блюдо, хочется спросить, которое у нас почвили на дегустации. Мне, сразу говорю, как взрослому мужику, оно очень понравилось. Мне, как взрослому мужику. Это называется селедка с луком. Прекрасная, замечательная еда на мужской вкус, хотя можно на мужской, но на мой взгляд, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, оно не детское совсем. Я лично его в детстве никогда не ел, я его распробовал, когда у меня возраст такой стал, старший класс, так сказать. А вот трех-четырехлетний ребенок, ну это не детское. Я же молчу о том, что это закуска вообще по факту. Закуска к чему? Ну к чему, к какому-то напитку русскому национальному. Вот, то есть, ну, вот то же самое и у многих, я помню, тогда на дегустации мам, ну, все, вкусно, вкусно, прекрасно было. Селедка сразу, говорю, качественный, замечательный лук, все хорошо нарезал, но это не детское, на мой взгляд. Значит, Роман, может быть, на ваш взгляд и действительно это не детское питание, но на взгляд Роспотребнадзора территориального по Тверской области, это детское питание. Потому что, обязательно, это меню согласовано с Роспотребнадзором. Я понимаю, да, что это не прихоть в город администрации. Да, это не прихоть. Значит, один раз в 20-дневном меню действительно появлялась селедка, но маленький кусочек. С луком именно, с луком еще самое главное. Действительно, и поэтому мы рекомендовали руководителям, если вдруг действительно дети не хотят принимать в пищу такое блюдо, значит, они могут заменить его другим блюдом. То есть, можно было исключить? Можно, сейчас можно исключить, заменив его, ну, может быть, кусочком, я не знаю, помидора, может быть, огурца, то есть, свежих овощей. Ну, я говорю, правда, взрослая-то еда, взрослая. Ну, сельдь всегда была в составе меню детского питания. В советские времена тоже, потому что я лично это помню. Вот, может, у меня, конечно, склероз, а я вот как раз такого совсем не помню. Я помню, чем нас кормили в детском саду, я помню, это рассольник, я помню, как, хлебушка, я помню, это кефир с пряником, который давали на полдник. Я помню, замечательно, кстати, манную кашу, которая была вкуснее даже, чем мою маму, правда, очень замечательно. У нас в саду готовили именно почему-то мне нравилась манная каша, очень вкусно. Но селедки, вот как хотите, я не помню вообще. Ну, вы так говорите, как будто там селедки были. Не важно, сам по себе. Там был маленький кусочек в 20-дневном меню один раз. Да. А, Тина Сергеевна, так вот, к вопросу, вы уже, может, как-то прикидываете, ну, какой-то свой педсовет, так сказать, собираете в своем детском саду, какие-то коррективы? Вы имеете в виду коррективы в меню? Чем вы уже почивать детей в наступившем сезоне? Ну, сейчас уже мы об этом думаем, обсуждаем, значит, выслушиваем мнение воспитателей, потому что они непосредственно, да, работают с детьми и все это видят, у них все это на виду. Поэтому, конечно, учитывая все мнения, мы будем вводить коррективы в это меню. Но это, я скажу, что вопрос не одного дня. Над этим надо поработать. Но пока еще конкретно... Конкретно еще нет, есть наброски, но пока еще конкретики такой нет. Ну, хорошо, то есть, дорогие телезрители, вы слышали, что теперь ситуация радикально изменилась, важный момент, то есть, если еще в прошлом сезоне заведующие детских садов были, ну, при всем желании, не могли ничего сделать, потому что меню спущено сверху и утверждено, то в этом году демократия проникает в наши детские сады, и вы можете сами в том числе напрямую не просто в пустую пожаловаться, а вот там та же самая селедка, она остается. Нет, вы можете действительно в тесной работе с заведующими, с воспитателями внести какие-то коррективы, высказать свое мнение, и те мнения, самое главное, будут не просто выслушаны, а учтены. А если не будут учтены, то тоже вы можете обратиться, соответственно, в управление образования, если вдруг вам сказали, ничего не будем менять, как хотите, будут дети есть, дети ваши есть, там, не знаю, что там, то же самое, опять-таки селедку и так далее. Можете пожаловаться в управление правильного? Конечно, пожалуйста. Да, важный момент, просто обычно нам любят на телевидение. Вы идите с предложением. Да, с предложением. Рассказать о том или ином факте, который в вашем детском саду фиксируется. Хорошо, разобрались. Приятно слышать, что действительно теперь народ может повлиять на меню. Скажите, такая информация появилась, коллеги мои из других средств массовой информации, и не только. Есть информация из городской, думаю, что сложилась такая ситуация неприятная, что, дескать, наши дети могут остаться без горячего питания уже в наступившем сезоне. Татьяна Анатольевна, расскажите, что и как действительно ли это так, самое главное, и что происходит? Ну, действительно, витает в воздухе такая информация, что детские сады будут закрыты, организация питания будет прекращена, и дети не смогут пойти в детский сад. Потому что кормить будет нечем. Потому что кормить детей будет нечем. Это неправда. С 1 сентября во всех дошкольных учреждениях организовано горячее питание в соответствии с меню. Но форма поменялась. То, о чем вы говорили. Да. Почему она поменялась? Значит, мы, когда готовим организацию питания на следующий учебный год, мы выходим на конкурс. Готовим документацию, готовим меню и выходим на конкурс по поставке услуги. То есть на аутсорсинг. Аутсорсинг. У нас в прошлом работали две компании. Это Тверской комбинат школьного питания и Лиман. Значит, мы предполагали, что эти организации также выйдут на организацию питания, и мы будем работать в той же форме услуги по аутсорсингу, как и работали в прошлом году. А разъясните, извините, я немножко перебью. Не все даже родители до сих пор представляют, тем более у кого еще не ходят в детские сады, кому только предстоит, как в результате этого аутсорсинга вообще осуществлялось питание. Потому что многие, тем более заводишь ребенка в детский сад, вкусные запахи чувствуешь, ну ты и думаешь, что там вот в саду мясо это нарубили, обжарили и так далее. То есть, а что, чем занимались эти компании, которые аутсорсинг? Значит, давайте будем разграничивать. Есть две формы организации питания, как в школах, так и в дошкольном мире. Есть аутсорсинг, то есть это услуга. Мы предлагаем провести эту услугу другим поставщикам, субъектам предпринимательской деятельности. Какую? Они идут на конкурс и выигрывают конкурс. Значит, предметом этого конкурса является меню. Под это меню аутсорсинг предполагает, что субъект предпринимательской деятельности своим штатом, то есть своими поварами, субъект предпринимательской деятельности, бизнесмен, он, значит, ставит на наши пищеблоки сотрудников, своих сотрудников пищеблока. То есть повара, кухонные работники, кладовщики – это штат вот этого субъекта предпринимательской деятельности, который будет организовывать услугу у нас в детском саду. То есть повара есть в детском саду? Просто они... Только они в штате, они в детском саду принимают. Они подрядчики, которые осуществляют свою деятельность на нашей территории. И мы им сдаем в аренду помещения и оборудование. Через департамент по имуществу все это сдается, все имущество им сдается, они за ним следят, они за него отвечают, и они нам готовую продукцию как бы поставляют. Они не поставляют, они готовят. Готовят, они нам ее как бы вот накрывают, дают. Витают также слухи о том, что во время аутсорсинга, то есть когда субъект предпринимательской деятельности своим штатом организует питание в наших детских садах, что они откуда-то готовят и привозят в наши детские сады горячее питание. Нет, уважаемые родители, такого просто не может быть. А потому что название такое аутсорсинг в том же деле означает, что как раз, ну вообще изначально, что нет, не услуга, не терминология, а просто что действительно где-то приготовили и привозят. И люди так это и восприяли, аутсорсинг, ну потому что надо было, наверное, разъяснить. И люди думают, что а там такое разогревают. Ни в коем случае. Во-первых, по Санпину мы не имеем права разогревать блюдо. А и знаете, сколько такого слышал от мамашек, что на самом деле ничего не готовят, все разогревают, как ровно. На каждом нашем пищеблоке имеется полный цикл приготовления. Есть цеха, есть технологическое оборудование, кухонная посуда, инвентарь. То есть все наши пищеблоки детских садов, они обеспечены вот этим всем пищеблоком. И питание готовят не наши штатные сотрудники, которые входят в штат детских садов, а сотрудники вот этого субъекта предпринимательской деятельности, который вышел к нам на конкурс. Это понятно? Да, вот это важный момент, да, разъяснить. Вот. Такой формой, как формой аутсорсинга в дошкольных учреждениях, мы пользовались один год, вот во всех дошкольных учреждениях. Минувший. 19-й год. А до этого как было? До этого мы переходили на аутсорсинг постепенно, поэтапно. В 16-м году на аутсорсинг перевели мы дошкольное отделение, которое к школам присоединяется. Вот Лариса Константиновна, она имеет школу и дошкольное отделение. Мы вот эти дошкольные отделения, которые присоединены к школе, они также перешли на аутсорсинг. Далее мы перевели на аутсорсинг детские сады, которые вели самостоятельный бухгалтерский учет. Самостоятельный, так сказать. Вот в том числе Татьяна Сергеевна. С 17-го года 33 детских сада перешли на аутсорсинг. То есть 17 дошкольных и 33 детских садов 50, то есть 50% где-то перешли на аутсорсинг. А остальные сады, 50%, пока работали своими штатными сотрудниками. То есть в штате детского сада были повара, кухонные работники, кладовщики. Это был штат наших детских садов. Сразу вопрос. А по какой причине решили переходить постепенно, но тем не менее переходить на аутсорсинг? Чем была плоха прежняя схема, когда в детском саду есть свой повар, свой кладовщик, и поэтому вот они готовили. Но мы видели экономические эффекты от перехода на аутсорсинг. Дешевле? Конечно. Что? Что дешевле? Во-первых, когда это услуга, то штатные сотрудники, они штата субъекта предпринимательской деятельности. И заработную плату платит не муниципалитет, а субъект предпринимательской деятельности. То есть это уже экономия. Ремонт оборудования также производили субъекты предпринимательской деятельности, которые вышли к нам на наши пищеблоки. Сангики, медицинские осмотры, также они проводились за счет субъекта предпринимательской деятельности. Что происходит, когда питание организуется нашими штатными сотрудниками детских садов? Вся родительская плата, которую платят родители, она идет только на организацию питания. И в данном случае при организации нашей, когда в нашем штате в детского сада, это продукты питания. Мы сами закупаем продукты питания и сами готовим это питание. Заработную плату осуществляет уже муниципалитет, а не субъект предпринимательской деятельности. И понятно, вот здесь экономические эффекты мы видели. А разве он не включит, это же логично, свои затраты на зарплату, на ремонт, оборудование и так далее, в стоимость, так сказать, своих услуг? Включит, включит, в стоимость своих услуг. Совершенно правильно. Но все равно обходилось дешевле. Ну, для муниципалитета. Для муниципалитета, конечно. Конечно. Вот поэтому мы пришли к такой ситуации, вот когда мы говорим о том, что мы вынуждены были вернуться на ту форму, которую мы осуществляли. Сейчас вот, мне просто интереснее, Татьяна Сергеевна, вот ваше мнение, сколько у вас дискистантов по такой схеме работало аутсорсинг? Три года. Три года. Вот ваше мнение. Моё мнение такое, когда мы переходили, принимали решение переходить на услугу, значит, претензионная работа. Легче вести претензионную работу к одному подрядчику, нежели к поставщикам. На тот момент у нас их было 17. 17 поставщиков. Поставщики продуктов питания. То есть, когда мы закупали продукты питания, у нас было 17 контрактов. Понятно, что из этих 17 поставщиков кто-то добросовестный поставщик, кто-то не очень. Поэтому, в соответствии с 44-м законом, мы делаем экспертизу поставки продуктов, сверяем всю сопроводительную документацию, всё это смотрим. И, конечно, вот эту претензионную работу вести было очень сложно. А к одному подрядчику претензию выставить это гораздо легче. И если тем более он добросовестный, то это вообще очень хорошо для руководителя. И поэтому, если сказать в целом, сделать выводы, то, конечно, это было легче. Вам нравилось? Лариса Козыдина, у вас такая же схема была? У нас и сейчас она осталась, чему мы тоже очень рады. Сколько опять-таки лет у вас? У нас всегда. Я 10 лет работаю директором, 10 лет в школах, тем более 10-летний опыт. Ваше мнение? Ну, во-первых, нам это очень нравится, потому что я совершенно согласна с Татьяной Сергеевной, что один поставщик, и есть возможность контролировать очень хорошо всё, что он делает. Ну, во-первых, начнём с поставки продуктов, которые они завозят к нам в столовые. У нас есть контрактная служба в каждом учреждении. И контрактники наши выходят тут же, как только пойдёт поставка продуктов, они выходят туда с проверкой соответствия сертификатов качества, соответствия спецификации контракта. То есть всё это отслеживается. И любая какая-то, если какое-то несоответствие, то тут же выставляется вот то, что опять же говорили с претензией, и всё это быстро как бы решается. А были такие факты? Ну, у нас, как бы сказать, был момент, когда, может быть, по качеству такой же был, но, например, номинование могло чего-то. То есть они нам потом заменяли тут же, вот буквально в ближайший час привозили в другое продукты. Мы очень контролируем эти моменты все. Это первый момент. Второй момент, что для нас тоже это очень важно, потому что у нас все школы, ну, по крайней мере, в определенный момент были проведены ремонтные работы. То есть у нас заменено было всё технологическое оборудование. И на сегодня у нас оборудование всё, то, что Татьяна Валентиновна говорила, когда мы сдаём это как бы им в аренду, да, через департамент по имуществу, они за это отвечают. И мы им сдали в таком состоянии, но в таком состоянии должны его назад вернуть. Все ремонтные работы, какие-то моменты, они всё за свой счёт это делают. Контроль идёт с двух сторон. С одной стороны у нас бракеражная комиссия, у нас две бракеражных комиссии. Одна бракеражная комиссия, в которую входят работники школы и медицинский работник, а вторая бракеражная комиссия – это уже родительская. То есть у нас есть родители, родительский комитет, в который входит у нас социальный педагог, человек, который отвечает за питание в целом по школе и член родительского комитета. То есть идет с этой стороны. Они, конечно, уже эти, это брокеражная комиссия, они смотрят конечный результат, то есть то, чем детей уже кормят на выходе, так скажем. Плюс, вот я еще хочу сказать, плюсы какие. То, что у меня, ну, скажем так, голова не болит о том, кто у меня сегодня будет работать на кухне. Почему? А как раньше? Я сказала, вы знаете, еще работник один нужен сюда, потому что вот тот и тот и тот, у меня такие претензии к вам. Все, значит, хорошо, я вас понял, значит, с завтрашнего дня или там через два дня я вам обещаю, работник будет, который как бы... И он приезжал. Что это ты наварила такое? Суп невозможно есть, допустим. А тут он чужой. Ему вроде как нельзя ни приказать, ничего. Он скажет, а что вы мне кричите, ни на чем. Ну, поверьте мне, что я могу. А, ну, вы хорошо. Как любой руководитель. Как любой руководитель. Татьяна Сергеевна, а вы можете прийти кулаком по столу? Мы можем, потому что, опять же, нам, мы должны получить качественный продукт. Вот, качественный продукт. Если у меня есть какие-то претензии, если я вижу, что, например, суп там пересолен или недосолен. Да. Омлет холодный, да. Ну, или что-то. Я всегда могу подойти к любому работнику пищеблока. И, поверьте мне, они меня послушают. Как любого руководителя. То есть, никто не будет говорить за отчетами. Никто не будет говорить, потому что они прекрасно знают, что они нам, как бы, дают вот эту, продают, так скажем, вот эту услугу, готовые продукцию, которую они готовят при нас. И я, более того, я вам хочу сказать, я имею право быть на закладке и проверять, что закладывается туда. И мы это делали. Выходили в котел. Мы выходили комиссиями рано утром и смотрели, как идет закладка, чтобы я четко понимала, как идет технологическая карта по соответствии с этим, как это все делается. То есть, руководители сегодня, это не те люди, которые стоят и за угла смотрят. Нет. Сегодня руководитель, я надеваю халат, я надеваю шапочку, и я иду на кухню, я имею право проверить все, что меня интересует. А мне интересно, вот вы, руководители, как вот, знаете, по крайней мере, раньше в русской армии дореволюционной обязательно командир полка, он снимал пробу или не он, но кто-то. Вы сами вот обязательно. Обязательно. Да, обязательно. Обязательно. Всех блюд. Всех блюд, которые готовят для детей конкретно. Конечно, конечно. Эти пробы остаются в течение 24 часов, в течение двух суток. Мы имеем право прийти и посмотреть, так, чем питали детей, они написаны, когда взяли пробу, в какой день, в какой час взяли эту пробу. И весь день стоит. Причем еще сняв пробу, человек ставит подпись в журнал. А бывает, мне все-таки интересно, вот за вашу карьеру, так сказать, ну, случай, когда вы... Нет, это невозможно, это не омлет. Вот как хотите, я этим не дам детей кормить. Ну, или всегда все в порядке. Ну, вы знаете, какие-то замечания когда-то были, да, но сказать, чтобы кардинально это несъедобно, такого не было никогда. Чтобы убрать. Чтобы убрать, такого не было. Конкретно, вот это у вас плохо получилось сегодня. Нет, такого, вот, что прямо вот так, такого не было. Хорошо, давайте перейдем к истории недавнего времени. Итак, Татьяна Валентиновна, как прокомментируете эти разговоры, что как раз к этому начали подходить, что подрядчики отказались, вот эти фирмы, которые вы две назвали, с нового сезона обеспечивать кормление детей. Так ли это и почему они? Ну, это действительно так. Это действительно так. И причин, наверное, здесь много. Но вот я вам говорила, что у нас две фирмы организовывают питание. Это комбинат школьного питания и ООО «Лиман». Значит, с 1 сентября 19 по 31 августа 2020 года заключен контракт. В рамках этого контракта они должны выполнить все те условия, которые мы определили в этом контракте. Эти условия все выполняются до пандемии. Вы знаете, насколько изменилась наша жизнь с приходом новой коронавирусной инфекции. И все это началось в конце марта. Надо сказать, что в контракте прописывается объем услуги на полное посещение детьми. Условно, вот у Татьяны Сергеевны на два сада, у нее два здания, 400 с лишним детей. И на это количество рассчитывается лот и финансируется. Когда пришел коронавирус, была объявлена работа дежурных групп. И если в начале и середине марта в наших детских садах воспитывалось около 19 тысяч воспитанников, конец марта, начало апреля начиналось с 18 детей в дошкольных группах, к концу апреля 814 детей и так далее. И до сегодняшнего времени, до начала учебного года, наши сады посещали около 5 тысяч детей из 23 воспитанников, которые есть во всех садах, и на которые были заключены контракты. К чему это привело? То есть это привело к тому, к финансовым, огромным потерям наших поставщиков. Вы перестали заказывать столько количеств, нам не нужно. А на кого заказывать? У нас их не было, детей не было. А мы платим только по факту. Сколько порций съели, столько мы заплатили. То есть это огромные финансовые потери. Для них. Для субъектов. Для экономии для администрации. Для субъектов. А какая экономия? Ведь организацию питания проплачают родители. Я понимаю, это для родителей. Хорошо. А дальше, что происходило сейчас летом, перед началом нового сезона? Значит, узнав о том, что субъекты наши не выходят. То есть они сказали, мы не будем выходить на тренинг? Они не только сказали, они и не вышли. Но уведомили хотели? Да, они уведомили нас 24 августа. 25 августа, это был последний день, когда они могли заявиться на этот конкурс. А почему они в последний момент так уведомили? Не в июле? Ну, надо сказать, что субъекты предпринимательской деятельности, конечно, мы вели такие разговоры о том, что низкая родительская плата. Вот эти все мероприятия, связанные с коронавирусом, понятно, что они не дают возможности соблюсти все правила, которые у нас есть. Субъекты об этом говорили. И мы, конечно, готовились к этому. Мы понимали, что, возможно, произойдет срыв вот этой услуги. И мы не просто так сидели. У нас были неоднократные совещания с субъектами предпринимательской деятельности. Мы проводили и другие совещания. Мы рассчитывали все потери, все рассчитывали, если вдруг поменяется эта форма организации, сколько это будет стоить нам, муниципалитету. Поэтому, ну, в какой-то степени, конечно, мы были готовы, мы понимали, что если субъекты не вышли на услугу, значит, у нас другого выхода просто нет. Как в штат везти сотрудников и закупать уже не услугу, а продукты питания. То есть вернуться к той форме, которая была до 2019 года. А сколько стоит на ребенка в день одно питание? 101 рубль. Пятидневное, пятиразовое питание. Ну, то есть в день 101 рубль. 101 рубль. А поставщики, например, говорят, ребята, извините, но за такие деньги невозможно накормить. Ну, во-первых, невозможно. Сделать то, что вы просите. Ну, вот они говорят, что ваше меню, конечно, мы не можем исполнить на 101 рубль, тем более учитывая те потери, которые мы несли в течение полугода. А вот, Татьяна Сергеевна, а, к примеру, год назад они жаловались на вот этот 101 рубль? Нет, нет. То есть все нормально было? Да. Это, то есть, что называется, удар под дыхом нанес коронавирус? Да, 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 однозначно. Ну, коронавирус, конечно, вот здесь совершенно... Коронавирус, и, конечно же, мы все ходим в магазин, да, видим, что дорожают продукты. И повышение цен на продукты, повышение цен на продукты, которая сказалась и на стоимости вот этого меню. То есть они по качеству обязаны нам выдать именно то, что заявлено в контракте, а по факту им получается это сделать фактически порой бывает невозможно. И они иногда вынуждены как бы даже в ущерб себе, потому что есть контракты, они обязаны нам качество выдать вот именно такое. Лариса Константиновна, вот Ваше мнение интересно, а со школьным питанием есть такая проблема? Сколько школьник в день ест? У нас сейчас, в общем-то, у детей, у нас, опять же, для нас, в общем-то, ничего не изменилось. У нас как было бесплатное питание для начальной школы, оно было уже тоже много лет. А средняя школа? Вот, а средняя школа у нас питаются бесплатно дети из малообеспеченных семей. Это губернатор, да, обычные дети, нормальные семьи. Да, все остальные, обычные дети, остальные, это может быть абонемент, но сейчас мы к этому все-таки их призываем, именно к абонементному питанию. Сколько стоит на ствольк? А там тоже зависит от того, мы разные даем им. Ну, вообще, вот, например, завтрак сегодня стоит 56 рублей 50 копеек. Это завтрак полноценный. Бесплатный. Бесплатный. Для детей начальника. Ну, это бесплатно, понятно, да. Они могут заказать такой же себе, им приготовить такой же, они будут скушать только за эти же деньги, за 56-50. Более того, для старшеклассников мы им даем возможность выбора. Ну, то есть, мы им говорим, вот мы примерно набросали, вы можете, например, старшеклассники очень хорошо, например, кушают салат, какую-то булочку или там, например, ну, что-то, какое-то мучное изделие, да, и напиток или чай, что-то. Им перекус нужен. Вот они перекусили. То есть, мы вот сейчас уже заведующие, мы это все разрабатывали. Я сказала, дайте несколько нам, ну, таких, скажем, как схем, чтобы дети, сколько, насколько это получается. Ну, сколько в среднем будет? Ну, где-то это рублей 50. В день? Да. Ребенок, вот если такой вот он возьмет себе. А верно понимает, потому что школьник не питается целый день, в отличие от детсадовца. Ну, тут 101, а тут 50. А там, вон, пятиразовое питание. Конечно, конечно. Там и нормы другие, там другие граммы, так скажем, да, для школьника, для ребенка детского сада. Это же, конечно, все же это идет. Но сегодня у нас, в общем-то, возникла больше даже, как сказать, проблема не в том, что мы так всегда кормили. То есть, у нас ничего не изменилось. У нас как дети получали начальную школу бесплатное питание, так они его получают. Сегодня больше у нас изменений в режиме питания, потому что, опять же, условия эпидемиологические заставляют нас сегодня перейти на кабинетную систему. То есть, дети у нас не ходят по школе. У нас дети, каждый питается параллель в свое время. В столовую, да. Их выводят педагоги конкретно в свое время, чтобы не было смешивания между параллелями. Обязательно у нас большая столовая, у нас есть возможность, например, 4 класса посадить, и между ними, между классами целый ряд идет, свободный, там никто не питается. И таким образом выводятся все, все дети, вплоть до 11 класса. Ну, понятно. То есть, резюмируя я, к чему вот вас, как директора школы, спросил, то есть, со школьным питанием такой проблемы нет, как у вас с диссадовским? В том числе и потому, что школьник настолько не съедает, то есть, его не нужно кормить целый день. Он может, конечно, ему достаточно перекуса такого. Роман, можно я дополню? Ларис Константиновну? Значит, но изменения произошли и в школьном питании, конечно. Вы знаете, что постановление правительства Российской Федерации и постановлением правительства Тверской области установлена другая стоимость бесплатного льготного горячего питания. Мы кормим детей уже 14 лет, вот в этой форме, бесплатное питание, но мы кормили раньше на 30 рублей. Сегодня установлена сумма, стоимость одного дня на одного ученика 56 рублей 50 копеек. То есть, все обучающиеся начальных классов с 1 по 4 класс принимают горячее питание в размере 56 рублей 50 копеек. Кроме того, утверждены методические рекомендации, как организовать это питание. Если у нас раньше и первая смена, и вторая смена принимала завтрак дети начальных классов, то сейчас по методическим рекомендациям первая смена – это организован завтрак горячий на 56-50, а во вторую смену для ребенка организован горячий обед, состоящий из закуски горячего первого, горячего второго и напитка. То есть, вот это тоже полноценное горячее питание. Хорошо, Татьяна Валентиновна, возвращаясь к детским садам, то есть, вы приняли решение вернуться к прежней схеме. Сразу вопрос, а где деньги взять так вот оперативно посреди года, учитывая, что финансовый год, он же с 1 января формируется, то есть, сколько на это надо денег, где их возьмете или уже взяли? Значит, ну, во-первых, у нас есть родительская плата, да? Родительская плата составляет 101 рубль, вот в сегодняшнее время 16 копеек. Вот эти все деньги, которые родители платят, они идут на покупку приобретения продуктов. То есть, 101 рубль в день на одного ребенка идет на поставку продуктов. Сейчас наши руководители на 1 сентября все заключили контракты на поставку продуктов. Условно, на мясо, на рыбу, на все. Морковка, картошка и так далее. Но, кроме того, нужно теперь заплатить и штатным сотрудникам. Понятно, что это тоже проблема, потому что данные средства, конечно, не были предусмотрены на отрасли образования муниципалитета. Поэтому это сейчас изыскиваются средства. Это критичная, конечно, ситуация. Вот на 4 месяца. Ну, это 160 ставок в настоящее время, которые нужно будет обеспечить финансовыми средствами. Ну, что вам говорят, найдут деньги или где-нибудь, вот как пишут, что раз в октябре скажут, нету денег на поваров, все, до свидания. Мы приняли в штаты сотрудников, значит, мы не имеем права не обеспечить их заработной платой. Это теперь все на постоянной основе вернулись к той прежней схеме? Сейчас вот эти 4 месяца, так сказать, вот они вынуждены, да, эти 4 месяца, которые заключают руководители контракты на продукты питания и вводят в штат своих сотрудников. А дальше, вот в течение этих 4 месяца, 4 месяцев, у нас есть время, когда мы должны продумать и спланировать, как мы дальше будем жить. Как мы будем. Либо в одной форме, либо в другой. Но, конечно, нам необходимо в настоящее время, в связи с тем, что повышаются цены на продукты питания, это мы видим все, очевидно, ходим в магазин, поэтому, конечно, уже необходимо повышать и родительскую плату за посещение ребенка. А вы как-то прикидывали, насколько так по уму надо бы повыситься? Ну, сейчас идут расчеты, мы думаем, рассчитываем. Кстати, обсчитываем то новое меню, которое сейчас составлено в соответствии с теми рекомендациями и пожеланиями родителей. Нам это меню составили, это работали наши субъекты предпринимательской деятельности. Это меню составлено в институте питания. То есть, оно это меню... Ну, понятно, да, что не просто так, не будто барахты. Не сами мы его, да, придумали. Татьяна Сергеевна, наверное, я понимаю, что опять для вас настали непростые времена, когда нужно опять заключать кучу контрактов. Ну, надо сказать, что они могут заключать не кучу контрактов. В настоящий момент, вот конкретно наше учреждение заключило один контракт. А как так? Раньше говорили 17, потому что с этими... Ну, проанализировали коммерческие предложения, сделали запросы по организациям, все проанализировали, посидели, конечно, дня два, все это посчитали. И заключили показ с одним поставщиком. И он вам будет, самое главное, все, что надо. Вот. Так получается, смотрите, можно же, значит, раньше мы говорили, как это, что неудобство было, что куча контрактов, а теперь один. Ну, сегодня так, может быть, завтра будет по-другому. На сегодняшний день у нас один поставщик. Ну, он уже начал работу? Да. Да, с первого сентября он уже поставляет продукты. В качество вы как заведующая? Все, пока все устраивает. Вот пока еще претензии, ну, я надеюсь, что и дальше их не будет, пока нет. А повара долго искали? Повара мы не искали. Повар, те, кто оказывали услуги, они у нас остались на пищеблоке. А, то есть вы их приели в штат? Да, да. То есть не забрал, получается, вот этот подрядчик своих? Нет, они остались у нас. Ну, то есть они уволены там были, да. Ну, может быть, скорее всего, в каждом учреждении разная ситуация. Ну, конечно. Вот, но вот у нас, кто оказывал услугу, они остались. То есть им проще было остаться? Кладовщик, повар во втором здании, да, тоже. И во многих детских садах такая же ситуация. Сотрудники, те, которые работали в штате субъекта, они остались с нами. Но есть те, кто не могут найти сады? Есть и такие. Конечно, это проблемно. И как выходит, вот, все сезон начался, как? В основном, хоть по одному повару, но нашли. То есть нет сада, где некому вообще резать морковку? Нет ни одного сада, в котором мы не организовали питание. Возможно, есть какая-то часть детских садов, где не полный штат сотрудников, которые кухонные работники и повара. Вы сами прекрасно понимаете, что вот сейчас найти в таких срочных, экстренных всех сотрудников, но наши руководители сделали невозможное. Тима Валентин, а если возвращаясь к повышению возможному, когда это тогда может быть сделано? С 1 января? Вот вы сейчас все посчитаете, прикиньте. Ну вот мы планируем, мы думаем, вот сейчас идут расчеты, как мы сможем организовать детское питание. Но срыва детского питания не будет. Не с 1 сентября, как ожидали и витали такие мысли людей, что вот, наверное, детей не будут кормить, все детские сады закроют, и непонятно что. Но мы начали питание, и мы его никогда не закончим, потому что это дети за нашими спинами, 23 тысячи детей. А все-таки в идеале вы будете стараться вернуться к схеме аутсорсинга, или может быть, вот смотрите, все чудесно, 17 контрактов, нет один контракт, и персоналы нашли, и все хорошо. Сейчас это обсуждение, сейчас обсуждаются эти вопросы. Я все думаю, что все будет зависеть от той ситуации и экономической, и эпидемиологической, которая ждет нас впереди. И отсюда тоже, и субъекты, может быть, они опять выйдут с предложением вернуть как бы все это. А может быть, останется все так, как оно сейчас уже формируется. Потому что, ну, сами понимаете, что все вот это немножко пока еще, какая-то неизвестность впереди есть. Спасибо большое. А у нас есть известность впереди, в том плане, что программа подошла к концу. Мы сегодня говорили о детском питании, вы все слышали, нашли выход из ситуации, ищут поваров. Не в полном штате может быть так, что если умеете что-то готовить, обращаясь в детские сады, чтобы кормить наших детей. Это была программа «Тема дня». Спасибо вам большое, дорогие гости, за участие. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.